На полигоне под Барановичами предприятия Госкомвоенпрома представили широкую номенклатуру новой и модернизированной техники. При этом речь сразу зашла о сбалансированной формуле развития вооружения. В ходе операции в Сирии и доукраинской операции мы как раз обсуждали пути модернизации наших вооруженных сил. И там были заоблачные планы, я признаю это. Когда началась специальная военная операция в Украине, уроки, уроки, уроки. Мы должны видеть, делать соответствующие выводы. Сегодня мы поняли, что никакой победы в нашей лесисто-болотистой местности, как военные говорят, север Украины до Киева, да и сейчас он примерно как в Беларуси. У нас немножко сложнее даже. Вот без ноги солдата, БТР, танков, бронетехники и прочих победы никакой не будет. Электронные комплексы для охраны границ и объектов инфраструктуры, лазерное и электромагнитное оружие, роботизированные огневые системы, боевые и разведывательные машины. Как доложили президенту, ряд изделий уже состоит на вооружении, а часть проходит испытания в армии. У каждого беспилотника есть своя задача, есть свои тактики, технические характеристики и дальности применения. Исходя из этого, мы смотрим на них, начиная от тактического уровня, от взвода, где был показан самый маленький беспилотник, МЭВИК, так называемый. Дальше идет подразделение рота, батальон, бригада. И вот для каждого уровня мы смотрим, подбираем соответствующие тактико-технические характеристики этих беспилотных летательных аппаратов, и они будут приниматься на вооружение и поступать в вооруженные силы. Мы прекрасно и сами понимаем, что останавливаться на этом однозначно нельзя. Надо развивать и, самое главное, ставить в серийное производство данное изделие. С вооруженными силами Республики Брус в этом плане достигнуты все договоренности. Часть беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня, в том числе, были представлены буквально с завтрашнего дня, будут переданы вооруженным силам для их практической обкатки и целеуказания нам в части необходимых доработок и модернизации. Среди представленных моделей – дроны-разведчики ударные комплексы. Уникальный образец – беспилотный вертолет. Аналогов в мире не имеет. Похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже. На сегодняшний момент проводим летные испытания заводские. До конца года, я думаю, мы их завершим по нашему плану. Сделан полностью комплекс. В комплекс входит наземная станция для управления двумя беспилотными вертолетами. Сделано машинообеспечение аэродромное. Выпущено три беспилотных вертолета. Третий вертолет «Хантер» уже с значительными изменениями по результатам летных испытаний. Очень много изменений в алгоритмах по результатам испытаний. Учитывая скачкообразный, революционный рост беспилотной авиации в мире, надо учитывать то, что также развиваются средства противодействия им. Поэтому современные беспилотники должны быть малозаметны для средств ПВО, иметь надежные целевые нагрузки и защищенные каналы связи, а также способны работать в условиях интенсивных помех противника. Эта задача очень трудная, но она нами выполняется. Фактически все представленные изделия поднялись в воздух. При этом продемонстрировано поражение целей точным сбросом боеприпасов, дуэль наземных и воздушных дронов, применение многоуровневой автоматизированной системы управления батальонной тактической группой с тяжелой техникой. Президент познакомился также с вариантом модернизации танка образцом Т-72БМ2. Мы знакомы со многими случаями, когда выходит самый современный танк, как говорят, с опциями и навороченный, остановился и не знаю, что с ним делать. Ребята хотят, чтобы было просто и надежно. А всякие навороты, они хороши, но до поры до времени. Это наш путь, мы начали модернизацию этих танков. Сейчас будем ускоряться и усиливать эту модернизацию. Главное – учить, учить, учить людей. Если все экипажи у нас будут, танкисты вот так работать, как эти ребята, тогда нам война не страшна. Тактическое звено на поле боя – ключевой игрок. Батальоны оснащаются усиленной броней, в воздухе действуют дроны, в арьергарде обеспеченный тыл. Президенту показали в том числе новые версии медицинских укладок для небольших подразделений. Каждая включает около полусотни наименований и лекарственных средств. Военнослужащие быстро обучаются пользоваться ими. Индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Не упрощайтесь, сделайте как лучше. Не дай Бог случится, из-за этого погибнет человек. Упрощаться нельзя. Во время посещения общевойскового полигона Александр Лукашенко пообщался с представителями средств массовой информации. Обсужден широкий спектр вопросов оборонительной тематики, в том числе информационной безопасности, борьбы с фейками. В разговоре затронули тему иммобилизации. Поставлено военным задача через военкоматы отработать первое – систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Значит, это или смс-сообщение, или радио, или через руководителей и так далее. То есть отработать пути, как достучаться до человека, которого мы хотим мобилизовать. Дальше. Нашли его, пригласили в военкомат, уточнили, посмотрели на него, годится, не годится. Все, иди, парень, отдыхай. Вот какая у нас мобилизация. Позвали, посмотрели, измерили параметры. Грубо говоря, иди работай. Так? Так точно. Какая здесь мобилизация? Тема защиты сегодня звучит особенно остро. В Беларуси процесс укрепления оборонительного щита страны идет в плановом порядке с корректировкой курса при необходимости. И здесь инновационные разработки – тот инструментарий, который позволяет реагировать на изменения в военном деле, создавая запас прочности.